Анзор Ильясович Хубиев, заведующий хирургическим отделением Усть-Джигутинской центральной районной больницы. В этой должности с 2014 года. С детства мечтал стать хирургом. После окончания школы в 1972 году поступил в Ставропольскую медакадемию, ныне Ставропольский государственный медицинский университет. Уже при поступлении знал, что не останется только на терапевтическом профиле. В дальнейшем нашел себя в сферах хирургии и онкологии. С 2004 по 2014 годы возглавлял республиканский онкологический диспансер имени Бутова в Черкесске. Имеет государственные и республиканские награды, одна из которых – почетное звание отличника здравоохранения Российской Федерации. Женат, имеет двух детей, трех внуков и две внучки. Как давно вы в этой профессии? С чего начался ваш профессиональный путь? В медицинский институт Ставропольской медакадемии поступил в 1972 году. При поступлении в институт я уже знал, что терапевтического профиля я работать не буду. Все время была у меня мечта работать хирургом. После окончания медакадемии был по распределению направлен в Кировскую область, где прошел первичную специализацию по хирургии, то есть интернатура по хирургии. В последующем год проработал в 1981 году здесь, в этой же районной больнице хирургом. И мне посчастливилось, ну как бы определилось место в клиническую ординатуру по онкологии во Всесоюзном онкологическом научном центре Академии меднаук СССР. В то время сегодня это онкологический научный центр Российской Федерации. С 1982 по 1984 год я прошел ординатуру и в 1985-1988 годы клиническая аспирантура. Сощитил кандидатскую диссертацию на тему операции на желудке при злокачественном поражении данного органа. В последующем четыре года работал в Ставропольском краевом онкологическом диспансере и после того, как мог уже сам выбрать место работы, переехал сюда в Джигутинскую больницу. Работал в течение 12 лет заведующим хирургического отделения этой же больницы и с 2004 по 2014 годы был руководителем республиканского онкологического диспансера. С 2014 года по настоящее время являюсь заведующим хирургического отделения, то есть получается с чего ушел к тому вернуться. Хотя хирургическая работа или работа хирурга крайне тяжелая, с годами она просто становится более тяжелее, более требовательной по сравнению с предыдущими годами. Но ни один день я не жалею о том, что пошел именно работать хирургом, что именно эту профессию для себя выбрал. На сегодняшний день имею почетное звание отличника здравоохранения Российской Федерации. Но суть не в регалиях, а суть в отношении к своей работе. Без крайней необходимости, излишней требовательности к персоналу нет, но я требую, чтобы персонал, отношение к больным было лучше во всяком случае по сравнению с другими районными больницами. Вы решили стать врачом самостоятельно или же по настоянию родственников? Есть ли еще медработники в вашей семье? Нет, помимо меня врачей у нас в семье нет. Старший брат мой был ветеринарным врачом. Возможно, это послужило каким-то пусковым механизмом в моих желаниях, что идти именно по медицинской линии. Как вы считаете, насколько сильно современное обучение в медицинских вузах повлияло на развитие здравоохранения? Односложно ответить на этот вопрос. Немножко я затрудняюсь. С одной стороны, нынешним молодым врачам нет необходимости идти в библиотеку, заказывать литературу, сидеть там, если на вынос не дают. То есть, очень много времени уходило на это. С другой стороны, сейчас в интернет вошли, у всех есть возможность. Необходимый вопрос посмотрели и то бегло. Я глубоко убежден, когда берешь литературу, читаешь, перечитываешь, где-то конспектируешь, это более глубоко западает в памяти и процесс самоусовершенствования более эффективное. Это первое. И второе. Вот интенсивность нашей обычной жизни, безусловно, и семейные вопросы, и другие моменты в жизни любого человека. То есть, я хотел сказать в том плане, что молодые доктора на серьезные тематические усовершенствования, посещения различного рода конференции, через пять лет обязательное подтверждение своего сертификата. В более крупные города далеко ехать они не любят. Ограничивается где-то очень много частных сейчас фирм, которые тематические усовершенствования или профессиональные переподготовки, которые проводят. К сожалению, многие ограничиваются вот пределами Ставропольской медакадемии, карьера МедиФарм есть в Ставрополе, это частное тоже учреждение. В Учкеке они открылись, подобного рода организации, которые не совсем в той форме, как я привык, ну как воспитанник, скажем, периода СССР. Усовершенствование, а без тематического усовершенствования, без постоянной самоподготовки, естественно, уровень знаний, навыки остаются прежними. Что-то новое мы всегда можем упустить. Вот в этом плане немножко, наверное, в более ранние периоды было гораздо лучше в моем видении. Именно рост специалиста, отшлифование его навыков, я чисто с точки зрения хирурга говорю, потому что любой хирург, начиная, став хирургом и начиная свою трудовую деятельность, изо дня в день, из года в год, отшлифовывать свои навыки. Это хирургия, в буквальном переводе смысла, это рукоделие. Вот если руки уходят вперед, чем голова, то есть знаний теоретических мало, а руками он научился, это уже, скажем так, минус для данного доктора. Они как-то сочетанно, содружественно должны идти, в моем понятии. А лучше всего, голова должна идти всегда впереди, а уже процессы или навыки, рукоделие, непосредственно техническое исполнение самой операции, оно со временем, безусловно, пойдет. Если теоретически не знаешь, что правильно и как правильно делать, ну, руками научился, ну, если так грубо выражаясь, можно и некоторых животных научиться, да, научить палками что-то, какие-то манипуляции делать, но это не говорит о том, что они это осознанно делают. Что вам нравится в вашей профессии? В моей профессии, конечно, безусловно, нравится само по себе исполнение, техническое выполнение оперативного пособия. Я изначально абдоминальный хирург, то есть желудок, кишечник, это, скажем, самое мое излюбленное, да, и плюс вот то, что я в Москве все-таки и ординатуру, и аспирантуру прошел, я больше склонен к большим операциям. Есть большие операции, есть малые операции, да, вот, поэтому, ну, а работая в районной больнице, когда непосредственно и после дорожных транспортных происшествий травматологические больные поступают, непосредственную необходимую помощь нужно уметь оказывать им, когда иногда бывает, к сожалению, драки с ножевыми ранениями, поступает правильную тактику и своевременное оперативное пособие, или же при необходимости, наоборот, выжидательную, наблюдательную тактику выбрать, без необходимости, чтобы человеку взять и не открывать живот. Вот в этом плане в районной больнице мы становимся как бы многопрофильными, а в основном для меня очень прерогативно, скажем так, большие операции, операции на желудке, на толстой кишке. Вот работая в онкологическом диспансере, конечно, малыми операциями там не занимались, это плановое учреждение, и безусловно, все операции были связаны с большими оперативными пособиями. Ну а на сегодняшний день по необходимости, то есть, другими словами, умея выполнить большую операцию, тяжелую, длительную, более легкие, более мелкие операции, они всегда любому хирургу доступны. Какие особые качества и навыки нужны человеку, чтобы стать успешным врачом? Во-первых, он должен быть терпеливым. Во-вторых, в моем понятии, у него должна быть выработана тактика поэтапного ведения больного, установка диагноза, скоропалительных или быстрых решений в отношении, вот срочно нужно его оперировать. Картина, когда ущемленные грыжи вправить не можете, там уже срочно, да, когда все видно, есть визуально определяемые патологии, да, и есть патологии, которые требуют рентгенологического, клинико-лабораторного, ультразвукового исследования. По показаниям есть сейчас вполне доступна компьютерная томография, то есть необходимость выполнения алгоритма уточнения диагноза, чем более точный диагноз у хирурга, тем более точно он вырабатывает до операции, он уже знает, на что идет и что он должен там делать. Ну а окончательный, конечно, методика и вариант завершения оперативного пособия он уже в процессе операции выбирает. Я думаю, что терпение и правильное поведение или правильное ведение поступившего больного основной алгоритм и основные показатели того, что хирурги правильно поступили. Некоторые говорят третий глаз, некоторые говорят спинной мозг подсказывает, некоторые говорят вот чувствую его, я чувствовал, что так будет. Но в любом случае, в общем-то, я глубоко убежден скоротечных, скоропалительных выводов сделать, вместо того, чтобы небольшой промежуток времени потерять и уточнить, если прямой открытой угрозы жизни больного нету, если нету профузного кровотечения, когда любая минута играет против больного. Во всех остальных случаях нужно как-то более стремиться к уточнению диагноза и определению своей предстоящей тактики. Как вы отдыхаете от работы? Какие у вас есть увлечения? Я не рыбак, я не охотник, в общем-то, таких у меня увлечений нет. А отдыхаю, прекрасно отвлекаюсь после работы дома, приусадебный участок. Я попытался, посадил много разного рода направлений деревьев. И вот с внуками, внучками, когда между этими деревьями в огороде, вокруг дома, во дворе, это для меня существенный отдых. В отделении у меня нет крайне тяжелых больных, которые именно и мое присутствие требуют. Периодически с детьми и внуками выезжаем или в Архыз, или в Донбай. Если удается с ночевкой, если нет, то рано утром выезжаем, поздно вечером приезжаем. Вот примерно отдых такой. Ну и кроме перечисленного, один из моих моментов отдыха, я не профессионал, не квалифицированный шахматист, но я очень люблю играть в шахматы. Или с кем-то из своих родственников, соседей, или же на крайний случай с компьютером. Это меня очень сильно расслабляет. Вот как-то мне это очень нравится. Кто из ваших детей пошел по стопам отца и также выбрал медицину? Младшая дочь Алина, она врач, прошла клиническую ординатуру в Ставропольской медакадемии по онкологии, потом тематическое усовершенствование, профпереподготовка по ультразвуковой диагностике. Она сейчас как в декрете, но фактически официально в инфекционной республиканской больнице она работает врачом-узистом. А старшая дочь у нее экономическое образование. Из внуков старший внук обязательно твердо настроен идти именно в медицину. Окончательную профессию он хочет идти по хирургической линии, но учитывая тяжесть всего этого, испытав сам на себе, я настаиваю ему или рекомендую быть кардиологом, аритмологом, пульмонологом хорошим, то есть более спокойной какую-нибудь профессию. Но никоим образом я его не отговариваю от того, чтобы он в медицину пошел. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА